Видео уроки фотошопа Конечно же это у них все не от природы Это все делается при помощи фотошопа и кое-каких особых приемов Так вот в этом уроке я бы хотел вам показать некоторые из них И провести урок по основам ретуши в фотошопе Итак, для работы я выбрал вот такую вот фотографию Сейчас мы начнем с ней работать Для начала давайте проведем план Разберемся чем мы будем с вами заниматься сейчас И уже потом приступим к делу Итак, давайте увеличим немножечко изображение И рассмотрим все наши действия последующие Итак, первое что мы с вами должны сделать Это убрать все дефекты с лица Такие как морщинки, родинки, прыщики и так далее Видите, да? Тут кое-где у меня родинки Прыщей вроде нету, но родинки есть От них мы с вами избавимся Дальше мы с вами сгладим кожу, сделаем ее мягче Выровняем ее тон Но тем не менее мы это сделаем без потери текстуры Потому что очень часто можно встретить уроки в интернете Где просто берут и замыливают лицо Оно становится пластиковым и выглядит вообще неестественно Я вам покажу способ, который поможет этого избежать Также мы с вами поработаем над губами Добавим немножечко насыщенности Покрасим их чуть-чуть Поработаем над глазами тоже Добавим немножечко глубины И чуть-чуть их осветлим Ну и в общем поработаем над фото Подредактируем здесь цветовой баланс Поработаем с яркостью и контрастом И наше изображение будет смотреться гораздо лучше Итак, давайте приступим Первым делом мы с вами продублируем наш основной слой Нажимаем Ctrl J Так, и теперь поверх этих двух слоев создаем один пустой слой Щелкаем сюда И как мы уже с вами сказали Сейчас мы будем заниматься устранением мелких дефектов с лица Для этого мы воспользуемся инструментом Восстанавливающая кисть Выбираем его Переходим в настройки этого инструмента И ставим размер примерно 10 пикселей Так, чтобы он был чуть больше дефектов Жесткость ставим 100% Интервал у нас 25% Угол у меня стоит 125% И форма 80% Именно с такими настройками этот инструмент работает лучше всего И не оставляет жестких границ после применения этого инструмента Итак, настроили все, закрываем И также очень важно поставить вот здесь вот В выпадающем списке все слои Чтобы у вас образец шел не только с одного активного слоя Но мы с вами работать могли со всеми уже слоями, которые находятся у нас внизу Итак Для того, чтобы воспользоваться этим инструментом Мы с вами должны сначала выбрать чистый участок кожи Для этого зажимаем клавишу Alt Щелкаем по чистому участку кожи Рядом с нашим дефектом Так И теперь наводим просто на этот дефектик Видите, он у нас с вами исчезает Таким образом мы закрашиваем все дефекты на лице Берите образец с того участка, который находится рядом с дефектом Тогда у вас не будет ярких переходов на участках кожи, да? Который нам совершенно ни к чему Так Вот таким вот образом Аккуратненько закрашиваем Здесь Здесь Так Так Смотрим, где у нас еще остались непроработанные участки Вот видим, да? Сразу изменение на лицо И на лице Так Продолжаем работу Также не забывайте Устранять дефекты на шее, на плечах, на груди Потому что Также одна из наиболее распространенных ошибок То, что Работают только с лицом И Общая картина выглядит довольно ужасно Если у вас будет обработанное лицо А про Остальное тело вы забудете Поэтому Обрабатывайте ваши фото в комплексе Итак Смотрим, что у нас с вами получилось От основных дефектов мы с вами избавились, как видите У нас их сейчас нету И мы можем переходить уже к следующему шагу Так Теперь давайте поработаем с глазами Для этого Мы немножечко еще увеличим изображение Так Выбираем инструмент перо И начинаем аккуратненько Выделять наш глаз по контуру Вот таким вот образом Аккуратненько проходимся здесь И замыкаем контур Также Вступаем с вторым глазом Так Тоже замыкаем Теперь щелкаем правой клавишей по контуру И выбираем образовать выделенную область Радиус растушевки поставим на два пикселя И нажмем ОК У нас с вами появилось вот такое вот выделение на глазах И теперь давайте скопируем нашу выделенную область на новый слой Для этого мы с вами должны сначала перейти на наш нижний слой Так И нажать комбинацию клавиш Ctrl J Так Теперь поднимаем этот слой на самый верх И меняем режим наложения этого слоя на перекрытие Так Видите что у нас глаза сразу приобретают объем и выразительность Если они смотрятся чересчур ярко Можете понизить прозрачность этого слоя Так Ну я думаю где-нибудь До 65% будет достаточно Так Ну да Вот так смотрится гораздо лучше Идем дальше Теперь мы с вами уже поработаем непосредственно над самой кожей Сделаем ее помягче Для этого переходим на наш нижний слой Вот на этот И объединим его с нашим слоем где мы работали с вами лечащей кистью Так объединяем эти два слоя нажимаем Ctrl E И дублируем его нажимаем Ctrl J Создаем две копии Так Переходим на нижнюю копию Теперь заходим в пункт фильтр Выбираем здесь другое Цветовой контраст Так Данный нам инструмент потребуется для того чтобы имитировать структуру кожи Так Мы сейчас передвигаем ползунок до упора влево практически До того момента пока у нас с вами не останутся видны только самые мельчайшие детали на нашем лице Как поры вот видите да Кое-где морщинки Это нам нужно для того чтобы потом придать коже естественности да Так ну вот я думаю где-нибудь в районе 1,2 пикселя я остановлюсь Нажимаю ОК Пока этот слой можно спрятать Перехожу теперь на верхний слой Опять иду в фильтр выбираю другое Цветовой контраст На этот раз мы с вами добавим Где-нибудь уже эффект в районе 6 пикселей Чтобы у нас остались с вами крупные детали Нажимаем ОК Тоже прячем этот слой Умещаем их оба на самый верх Мы к ним вернемся уже в самом конце нашей работы Так ну а пока продолжаем Делаем еще один дубликат нашего второго слоя Нажимаем CTRL J Теперь переходим в пункт Фильтр Выбираем здесь размытие Выбираем размытие по поверхности Вот оно у нас здесь да Настройки здесь выставляете такие чтобы у вас кожа приобрела гладкий оттенок Пускай она сейчас выглядит у вас неестественно Выглядит пластиково да Главное чтобы у вас все дефекты с лица скрылись Вот как видите у меня сейчас да У меня настройки стоят Радиус 20 Изогелия 38 У вас должно быть тоже что-то в этом роде да Так нажимаем ОК Теперь Дублируем этот получившийся слой еще раз Нажимаем CTRL J Переходим в пункт фильтр Выбираем здесь шум Добавить шум Это нам с вами нужно тоже для того чтобы имитировать структуру кожи Как видите у нас изображение покрывается такими мелкими точечками В настройках у вас эффект должен стоять где-нибудь в районе 2% Распределение равномерное и он монохромный у нас Так нажимаете здесь ОК И размываем этот слой еще немножечко по гауссу Примерно на 0,3 пикселя Вот так у меня настройка стоит Нажимаем ОК Отлично Теперь объединяем эти два слоя вместе Нажимаем CTRL E И применяем к ним слой маску Зажимаем клавишу ALT И щелкаем вот сюда Видите что сразу у нас пропадает весь наш мягкий эффект Но ничего сейчас мы его опять вернем Для этого мы возьмем кисть Размеры поставим побольше Чтобы было удобно работать Вот примерно такой Прозрачностью кисти поставьте 20% И выберите белую Обязательно убедитесь что у вас стоит Режим работы с маской Для этого достаточно кликнуть по черному квадратику И мы начинаем Так Начинаем с олба Аккуратненько Накладываем мягкость на наше лицо Видите что в том месте где я прохожусь кистью Кожа становится мягче Она приобретает мягкий оттенок Пропадают все дефекты И вот таким образом мы сейчас должны пройтись по всему лицу Аккуратненько накладывая эффект В том месте где он нам с вами нужен Плюс данного способа в том Что вы сами контролируете процесс В каких-то местах вы можете наложить Побольше мазочков В каких-то поменьше И поэтому у вас лицо Приобретает естественный оттенок И не замыливается Так Вот таким вот образом Проходимся по всему лицу Уменьшаем размер кисти Проходимся вот здесь Прорабатываем этот участок Так Так Также можете сразу следить за ходом работы Видите какое у нас лицо с вами было в начале И вот как оно у нас потихонечку преображается Если вы где-то вылезли за края Можете взять черную кисть Вот у меня например на глазах Появился лишний эффект Я очищаю при помощи черной кисти Так Продолжаем Переходим теперь уже На плечи и грудь И тоже самое делаем здесь Так размер побольше Начинаем Работать здесь Так Ну что же давайте посмотрим что у нас получилось Видите да Кожа у нас с вами Приобрела мягкий такой оттенок И стала гладкой Можно в принципе уже сейчас оставить Так как есть да Но мы с вами пойдем еще дальше И вернем нашей коже текстуру Для этого у нас с вами приготовлено вот эти два слоя Которые мы с вами создали в начале Давайте теперь их включим Включаем сначала один Так Меняем режим наложения этого слоя на перекрытие Видите что у нас появилась сразу текстура На лице Если эффект вам кажется слишком сильным Можете понизить прозрачность слоя Так Я думаю где-нибудь оставить 85% Так Переходим теперь на верхний слой Тоже его включаем И меняем режим наложения тоже на перекрытие Видите что у нас появляется сразу четкость на фотографии Но в моем случае эффект смотрится слишком сильно И поэтому я прозрачность понижу Даже я думаю для лучшего эффекта Поменять режим наложения этого слоя на мягкий свет Тогда изображение будет смотреться помягче Так Ну вот и на 30% я думаю оставлю прозрачность этого слоя Так Отлично Теперь давайте еще немножечко поработаем над глазами Осветлим их Для этого перейдем На второй слой Выберем инструмент осветлитель Экспонирование поставьте где-нибудь на 15% И аккуратненько проходимся по глазу Осветляем его здесь И аккуратненько здесь Так Отлично Глаза у нас стали посветлее И теперь мы с вами можем заняться губами И теперь мы с вами можем заняться губами Давайте выберем инструмент перо И аккуратно Выделим сначала наши губы для того чтобы придать им немножечко цвета Так Так Выделяем Вот таким вот образом Также выкалываем вот этот участок Щелкаем теперь правой клавиши Выбираем образовать выделенную область Растушевку ставим на 2 пикселя Нажимаем ОК Так Теперь нам нужно с вами создать новый слой Щелкаем вот сюда Помещаем этот слой Вот сюда Вот И заливаем Эту область Любым цветом Который хотим Да Сейчас в принципе не обязательно выбирать именно тот цвет Который вы хотите добавить на губы Впоследствии он может будет поменять Будет у нас больше вариантов для этого Да Давайте пока зальем например коричневым цветом Нажимаем Альдел Так У нас с вами появляется вот такая вот Клякса на губах Меняем режим наложения ее На мягкий свет И видите что она приобретает уже более менее хороший оттенок Так Но это еще не все Теперь мы с вами перейдем в пункт Изображение коррекция Выберем здесь цветовой тон насыщенность Ставим галочку напротив тонирования И при помощи вот этих ползунков мы можем менять Цвет наших губ по своему желанию Видите да Я перетаскиваю ползунок И цвет губ у меня меняется Так Ну вот давайте оставим примерно вот такой вот цвет И нажмем ОК Можно также немножечко понизить прозрачность этого слоя Чтобы они смотрелись по натуральней Ну где-нибудь до 75 да Так смотрим что у нас получилось Вот было в начале И вот сейчас Губы у нас стали понасыщеннее Поестественнее И мы продолжаем нашу работу Так У нас с вами уже финишная прямая Осталось нам только поработать Над цветом и контрастом данного изображения Для этого переходим на самый верх И применяем к изображению Корректирующий слой Уровни Так И теперь При помощи вот этих ползуночков Мы настраиваем контраст нашего изображения По своему желанию Так Перетаскиваем вот этот ползунок Видите да Что у нас меняется Таким вот образом Так Ну вот я думаю вот так вот можно оставить Выглядит очень даже неплохо Закрываем этот слой Давайте теперь сгруппируем Все полученные слои в отдельную папку И посмотрим на наш результат Так Переходим на верхний слой Щелкаем с зажатой клавишей shift по нему И щелкаем теперь по предпоследнему слою Также с зажатой клавишей shift У нас выделяются все слои И мы нажимаем теперь ctrl G У нас слои помещаются в группу И мы теперь можем посмотреть на нашу работу И так Вот изображение Которое у нас было в начале урока И вот Чего мы с вами добились сейчас Согласитесь Теперь фотографии смотрятся намного лучше И теперь вы знаете некоторые приемы Профессиональной ретуши фотографий С вами был Кузьмичев Алексей До новых встреч Качайте бесплатный видеокурс Шикарная ретушь за пять простых шагов Жмите на кнопку получить курс Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...